не это не бланте от рыба так и чё там по исцелению или пристычут не раскрываются вышка отчеты обновления news и не знаю как вы все сидите вот новиться хоть обновление есть у тебя нету потому что я не играть из обновления и игра через хосту через молитвы исцеления а как ты будешь кастовать молитву исцеления если у тебя это тут так а срежется это видел же касс пиздец и нарежется и более темно нахилил больше чем артур и вершим какая разница ну он грим зол больше нахилю ну грим зол да понятно так сейчас же не про это вопрос смотрите сколько вы там ты следи за собой вот что они больше кого-то хил ну да все равно ты же два стака прозорливости набираешь этим связующим прежде чем молитву исцеления кастовать не всегда ладно пусть она долгая долгий кастами не на просадка хорошо ну блять разок наверно только с нее сразу круг если дать я вообще считаю не она не бесполезная и и типа ну если вы вдвоем дадите в там не знаю условно в свою пати силов и в третью и после нее круг и обновления висятся в целях на 7 ебать там пиздец проще будет намного хилить свою плате я прекрасно кольцом обхилю мгновенно причем хотите я вас на дакашнике играет ночью качаешь дк и жмешь лп 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 ну да посмотрим что будет на на серьезных боссах с такой тактикой дает счет черный пол он из-под босса идет смотрите программу чили wrap рада lighthouse в это вон мобы идут, они идут на танка милики осторожно, там танк их разольет в пачку и потом это как босс придет за ним то есть аккуратненько на расстоянии бейте босса дыхание захиливаем сфера в центре фаза пошла там отщупалец от сферы отходим, сферы под боссом зауешиваем смотри стаки я для Т4 не потеряю вот эти-то сферы две под боссом милики залейте черный пол вышли проклятие вынесли, право-лево с решетки ушли с проклятием с черного пола вышли с бублика вышли так, бидон где ты блять после дыхания встанешь да ебаный в рот нахуй долгим пизда, блять я салют стрелять с бублика выйти? ну выйдите с бублика все это считает рай тоже в пизду пошел нахуй бегите или умрите заходим это можно сразу ложиться ложитесь пизда, больше пизда, чего-то Продолжение следует... Кирс Пула, блядь, круто. Серьезный боссов там тоже ЛПЛПЛП. Туда, блядь, хоть нихуя не меняется. Да на каких, блядь, боссах? Ты же не танчил, бонхалион, алича, герри. Так, чём? Там серьезный босс. Джан тоже. И потом МОКОЗС, это конец вообще пиздец. Ну, лич в герри, я не думаю, что танец, леча, герри, чем-то, табачки, отличаются. Ну, за исключением первых фазов. Отличается. Не все лича не водить, нахуй, ну, ДПС, адухая теряться. В том и дело, в декабре, что ты можешь водить и при этом спамить ЛП наху, ты, ну, это самая удобная, да, самая удобная из танков. Рыбу пожирали. Всё нормально, только в конце залука какая-то происходит. Не лейте, ребят, под босса бублики. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Есть проблема в том, что люди еще не видят, что у них есть бублики. Для них это же вообще пиздец. Не, ну, если все видят, я прям очень удивлен, почему вы так играете. А чтобы начать видеть, это же надо, блядь, обратить внимание на свои дебафы. Ну, где премиум, где знак орды, блядь. Берегитесь. А черный пол сейчас будет приближаться. Черный пол, смотрите. Убегайте. Дыхание, захиливаемся. Через себя, через себя, Вадикон хилит цепухой. Тебя никто не прохилит. Ну, типа, сам себя не похилишь, никто не прохилит. Давайте пойдем сюда. Еще 3-4 дыхание. Вот мобы идут, на кого интересно, мне что ли? В сверке там останьтесь, кто-то, да, а нет, в начале, кто-то не стоит. Дыхание, захиливаемся. Слушай, выйдите с этих. Все, там фаза пошла, готовимся. Сферы под боссом появятся, там смелики их за уезд. Вот именно, которые под боссом. Геро пошла, герем. Бублики вынесли. Из пола, с черного, смотрите, бублики появились, вышли с них. Вышли с них, чтобы вас захилить могли. Ну, чувак, ну, сука. Лучок, ложный опыт. РДД, отойдите от этих сфер нахуй, они нас дамажат очень сильно. Засиливаемся. Сейчас еще будут проклятия. Проклятия, выходим с решетки только. Вы не выйдите, проклятия вынесите. Быстрее, быстрее. И готовься, возле этих бубликов стоим, будут скоро погружения. Пиарим. Готовимся. Стоим рядом с бубликом. Сейчас вот черный пол пройдет, дыхание, спокойствие отдаем все друиды. Сейчас будет погружение скоро. Проклятие выносите, третье. Выносите проклятие, на решетке не оставляйте. Вот погружение, зашли. Незыбко. Этот. Т4, всю хуйню. Вот прошла эта хуйня, вышли, бьем дальше. Старайся босса вывести оттуда. РДДшники от сфер, дальше держитесь. Они вас убьют, нахуй. Дальше от них, сука, держитесь. Они вас убьют. Захиливаем себя. Глыбы самое время. Магия, вот нормально, захил идет. Все, лям остался. Добиваем. Проклятие вынесите, милики. РДД вышли с проклятием, с бубликами вышли. И из бубликов выйдите, чтобы вас могли захилить. Из бубликов выйдите, с черного пола вышли. Все, лям добиваем. Просто хуярим за всех сил. Этот, захиливаем. Все, слава Господу, блядь, Аллаху, Иисусу Христу, нахуй. Аллилуйя. Ну, по ДПСе курять слабоватый, там, внизу ДПСеры всякие слабенькие, которые, которым в обычку еще, блядь, стыдно ходить, нахуй. Вот их надо подтягивать, нахуй, да, на нормальный уровень, чтобы они там, не знаю, чтобы сова там, не знаю, на суркене 10 давала, а 17, там, хотя бы, я не знаю, хотя бы до 15, дорасти им, чтобы уже нам проще стало, блядь. Вот, ну, я думаю, вы на это настроены, ребята. Вот, совы там. Так что, блядь, давайте. Так, что это? Жезл. Рилли. Так. Ну, у тебя хороший жезл, я вот не знаю, этому отдать. Как он называется? Шуре отдать, наверное. Рилли, у тебя соки, там, наверное, я ему отдам лучше. Так, это что? Ткань с духом. И какая-то хуйня в исполнении маны, блядь. Ой, грудь, грудь и дух хаст. Надо кому-то. 6-5, одна ткань падает. Да пиздец вообще она, параша, блядь. Престы никому не надо. К любому престолу, отдай, у вас бекхолика есть, мне не надо, мне есть, блядь. Так, грудак, как ему закинул. Так, а это что? 320 вот этой хуйни. О, а скажите мне, вот эта 320 хуйни, кто дамажил с ней? Она сильно апнет дамаг? Каждую секунду она бьет, если даже проклятие висит какое-то. Полтора процента соло-таргет она дает всего урона. 320 с ДПС. Ну, да. На касте я не знаю, на варе полтора процента. Ну, вот один из тем не показывает, у меня урон. Короче, шуре закинул. Кольчуга, что это? Тоже 320. Кольчуга, критхаст. На элема, там я хуй знаю, на кого она хила на элема. Хила элема. Шамана. Она будет либо давать дамаг, либо давать к хилу. Те шедоу плеер нахуя, это хуйня. Шамана вам точно не надо? А, вот 10 процентов, нажимаю. Так, бидон. Кому бидону или этому? Вадикон. Вадикон, ты что там хила делать будешь или что? Или это? Ну, элема, элемовская хуйня. Где бы? Ты можешь бидону тогда закинуть? Пусть знает. Бидон, будешь юзать? Да, закинь бидону. Давай бидону, короче. Там если решишь, что тебе не надо, там отдашь. Так, и что? И пояс. А это что? Это уже какая-то чарка, блядь. Молитва, восстановление. Листовская. Она на какой спект идет? Холидаться. На оба, да? Да. Да. Все, пошли на собаку. Ну, собаки, короче, ну давайте часик, не это, не больше. Ну, если я увижу, что все хуево, то это самое. Расскажи, как вы делаете, я тебе что-нибудь, может быть, подскажу. Да, в принципе, так же, как все. Все по-разному. Ну, я расскажу сейчас, что босс делает, а потом вы уже делаете, что хотите. Ну, типа, там просто полностью все от вас зависит. Если вам не надо этот босс, вы будете хуйней заниматься. Если надо, вы возьмете и убьете. Ну, типа, один тут не отыграет за весь рейд. Даже пять человек за весь рейд не отыграют. Даже десять, ну, пятнадцать еще может быть. Значит, на боссе, на боссе есть два вида меток. Значит, босс кидает зеленый и фиолетовые метки. Вот, значит, двенадцать человек будут фиолетовые, это будут милики с танком. И тринадцать человек с зеленой. Что эти метки делают? Они висят на вас весь бой. И фиолетовые метки должны постоянно двигаться. Либо прыгать, либо бегать. То есть персонаж должен находиться в движении. Если он стоит, то каждую секунду на нем будет появляться стака плетения. На трех стаках он будет получать стан на пять секунд. Вот чем это чревато уже, ну, потом вы поймете. Это самое. Значит, этого нельзя допускать. Вот. Конкретно, и если вы не понимаете, как сделать так, чтобы вам прыгать, и чтобы стаки скидывались, если у вас все равно стаки копятся, то лучше бегайте. Вот. Потому что либо задержка там, либо у вас что-то. Потому что стак обновляется именно в момент секунды. То есть секунда вторая, первая, вторая, третья. Именно в момент секунды, наступления секунды. То есть в этот момент важно именно в движении находиться. На зеленых метках все то же самое. Только с точностью до наоборот. Там нельзя двигаться. Если вы двигаетесь, вы наоборот во время движения копите стаки. Вот. И они именно идут в момент первой, второй, третьей секунды. Вот. Если вы накопили три стака, вы получаете дезориентацию на пять секунд. Вот. То есть рддшники, вы стоите, перебегаете именно в тот момент, когда нужно. Там от луча, с гейзера и так далее. И когда подбежать к боссу надо. Вот. Просто так не бегаете. Значит. Дальше. У босса четыре способности. Значит, первое. На метке они идентичны. Кидаются на те и на те эти способности. Значит, первое это пульсация. Это просто появляющееся, исчезающее кольцо вокруг игрока. Вокруг каждого игрока. Там, допустим, на всех зеленых появляется, пульсирует и исчезает колечко такое. Оно дамажит по 500. На него похуй. Просто дамажит и все. Его захиливают. Потом второе. Это будет кольцо, которое не пульсирует, а просто появилось. И оно такое, это, 8 метров вокруг игрока. И оно через три секунды взрывается гейзером. Вот. Рейндж 8 метров. Он под каждыми появляется. Вот, допустим, если на зеленых, то на всех рдд есть. На фиолетовых, на всех миликах танки. Оно взрывается по умолчанию на 15 тысяч. Вот. Если вы стоите друг в друге в одной точке, то там уже два гейзера будет. Это уже, соответственно, 30 тысяч урона. Вот. Чтобы выжить, нужно среагировать, выбежать с этого кольца. Оказаться за кольцом, за этим. Чтобы не получить урон. Либо какой-то сейв прожать. Если у вас тучка, там бабл, есть еще какая-то хуйня. Вот. Третья способность. Это метки. Метки над головой появляются. Как на собаке вы носили. То же самое, только они еще могут быть фиолетовые. Эти метки через 8, через 8, через 10 секунд, они взрываются на 70 тысяч урона. И этот урон делится вокруг на 8 метров. Между игроками, кто вокруг 8 метров от этой метки стоит. Вот. Чтобы не сдохнуть, паладин и маг, шипешники бабл, тучку нажимают глыбу. Но относят эту метку к стене где-то, где-то в люди не бегают. Остальные там есть хилы какие-то нормальные, которые вдохуя дамажат, они в них должны сближаться 3-4 человека. Когда эта метка взорвется, урон там нанесется по ним по 10 тысяч, их нужно захилить. И с лужи, которые появятся от этой метки, нужно выпрыгнуть. Вот. И дальше бить босса. Лужи может быть и зеленая, и фиолетовая. Вот. И четвертая способность это лучи. Лучи на полу появляются. Там если кому-то непонятно, как в случае выпрыгивать, вот вам ориентир. Значит, для РДД кружок. Для миликов. Кто там у нас? Давай наш, как будет, он играет на милике. Вот. Для миликов это будет квадрат. Вот. Вот. Если кому-то непонятно, как именно выпрыгнуть, в случае в какой момент надо выбегать. Вот. На этих людей посмотрите. Поучитесь. Вот. И самое главное, от чего вайпается здесь рейд. Это когда метка одного цвета ловит урон противоположного цвета. Вот пример. Вот я, допустим, в РДД такой сова стою, дамажу. И на мне кидается, допустим, пульсация, блять. Вот это просто по 500 урона, которое вокруг. Я подбегаю, и тут такой бигдем стоит. Там танчит. Подбегаю, задеваю его этой хуйней 500 урона. Отбегаю, блять. А он ловит конфликт стихии. Потому что он получил урон противоположного цвета зеленого. Он с фиолетовой меткой. И он, этот конфликт стихии, это дебаф. Висит он 5 секунд. И он бьет по 5000 каждую секунду. То есть 5 раз по 5000 бьет. И причем бьет он по всему рейду. Вот эта хуйня, она уничтожит весь рейд очень быстро. Что для этого нужно сделать, чтобы эту хуйню не ловить? Нельзя ловить урон противоположного цвета. Если вы на зеленой стороне, на РДДшной стоите, вы здесь стоите. Лучи фиолетовые нельзя ловить. Фиолетовым людям, которые имели кем, нельзя зеленые лучи ловить. Нельзя к РДДшникам подбегать. Друг с другом рядом нельзя находиться. Потому что может появиться эта пульсация и все, и пизда пойдет рейду. Самое сложное на этом боссе, это правильно распределить урон. Вот когда метка вот эта взрывается на человеке. Нужно быть уверенным, что вы с нее выпрыгнете. Что вас захилят, там, не знаю, сейв прожать какой-то. Вот все, сейвы должны быть у вас. И гейзеры вот эти, они 3 секунды всего лишь, эти кольца лежат. Очень мало времени на реакцию. Считай, как со сквернения выносить. Вот, и с них надо выбегать. Ну, чтобы проще, я вас расставляю так. Допустим, как в первом рейде. Самые дамажащие люди идут в первую пати. Вот с ДКшником, танком. Кто там самый дамажащий? Топа. Внучок чилит нашка, пусть будет. Так, сов отсюда убрать. Дарь сюда. Так, это твинг. Ой, блять, кто там из них, из миликов, самый сильный по дамагу? Ну, топа. Топа. Шадовплеер, топа. Шадовплеер, у тебя как с тактикой тут? Вместо легендарики. Ну, посмотрим так, нахуй. Ну, будете слакать. Все, значит, это самое. Вот первая пати, вы, допустим, он поставит босса там. Я не знаю, как Бигдэм будет танщить или спиной, или как он там вести будет. Вы, допустим, первая пати у левой ноги стоите, а вторая пати у правой ноги стоите. Если будет совсем хуево, если будете по пять человек вздыхать, то вы пойдете в штрафную зону, вот туда, в угол, нахуй. Вторая пати, пойдете чилить, вон в крест, нахуй. И там будете прыгать, нахуй, смотреть со стороны на все, что происходит. Вот, значит, как мы делимся? Первая и вторая пати это с фиолетовыми, еще нужно два человека. Это будет кто? Это будет Геншин. И кто еще будет? Поставь Эрдру, ему про чахотки накидывайте. А, Эрдру, ну, Геншин и друид-инвалид, вот вы. Так, а остальные, значит, ну, Гримзол в этого, как он называется, в ДД, хилов и так дохуя. И что там еще, кто может спекнуться? Получается шесть хилов, блядь. Смотри, еще один момент. У нас один человек остается без метки, он остается здесь, ну, в центре, короче, вот тут, ждать метку. Кто это будет? Ты, я, кто? Кто сообразит посмотреть на метку и убежать в нужную сторону? Не надо ничего. Ну, не надо ничего, он, в принципе, не кидает так. Он кидает? Человек, короче, это, ты, короче, это, расскажи там какую-то фишку, которую ты хотел. Сейчас я минутку отойду, приду, скажу, какая фишка. Фишка для РДД. Избегаться не надо. Только подошел, ну, а что там за фишка была, интересно, просто. Ну, ничего, никаких фишек не было. Я тебе говорю, если РДД стоят на РНЖ-10 между собой и его соблюдают, то с гейзеров можно не выбегать. Но это в начале, пока у тебя не стак. Ну, это в начале. Это можно весь рейс стоять и спокойно кидать. А тебе будет, босса будет 20%, но тебе будет, блядь, стаков 8-9, блядь. И тебя шотнут эти гейзеры, кхуям, блядь. Если ты из них выбегать не будешь. Слушай, ну, ни разу они меня не шотали. Ладно, ладно, это все понятно. Не могу не дискать. Все это охуенно. Я могу каждый вайп по видео посмотреть и объяснить, кто пидор. Это... Есть какое-то тело, которое добрать? Кастер там свет вырубила. Да, ну, это... Я вот что-то не знаю, как с вами поступить-то с хилами. Да, можно не добирать, наверное, здесь. По 12 человек. Так-то, да. Я хопал, нужен, нахуй, частицы. Это, ну, здравая тема. Будьте плохой, как есть, нахуй, значит, на выживание поиграем. Смотрите. Сейчас, как хотите, так и стойте. А там, если будут проблемы, я посмотрю на вайпах, что делать. Значит, ну, так же, на ренше получается с квадрата. Вот квадрат здесь ренджевики. Стоят хилы ренджевики. Сюда идут кто там? Геншин, друид инвалид. Вот. И... Ой, блядь, перепутал. Нет, вы в луне, вы в луне, геншин друид инвалид. Вы с миликами, я перепутал, блядь. Вот, первая, вторая пати, и вы двое. Остальные 12 человек здесь, с квадрата, начинаем. Все, давайте проверку, пробуем, что тут получится у нас. Только находитесь в своих квадратах, чтобы, блядь, все, это дает счет. Пять, четыре, три, два, один. Гера. Да, да, Гера. Геру, Геру, давайте. Смотрим, там на ком первой гейзере будет, либо РДД, либо милики. Вот на миликах. Сразу минус четыре. Ну, такую залупу я сразу даже троить не хочу. Падаем. Ну, ну, типа, да, ну, а смысл? Вот смотрите, сейчас рейндж 10 наберите, и снимем все. Ложите. Ход, ну что, с гейзера или нет? Пускай поезда увидит. Ну, да, ну, гуляйте, давайте, поездов дождемся. Вот, смотрите, сейчас РДДшники. Бегите или умрите. Пул и толку, один хуй дохнут. Ложитесь. Там, если гейзеры появились первые на миликах, то вторые, они будут намстрелить. То есть, одновременно с обстрелом. То есть, как, вы там выбегаете одновременно с первого луча, да? И забегаете... Попадают потом на эти, на... Появляются... Вы выбегаете с первого пустого места, на котором будет второй луч, в то место, где прошел первый луч. Вот вы выбежали, и когда вы выбежали, и начинает готовиться второй луч проходить, появляется гейзер. Вот, и вы, получается, одновременно два зайца убиваете. То есть, вы выбегаете с гейзера, который появился, сразу в то место, где прошел первый луч. То есть, вы со... Ну... Понятно, надеюсь, нахуй объяснил. Типа, РДДшники вот к этому должны готовиться. То же самое, милики. Вот сейчас вы вчетвером сдохли. Почему? Потому что вы стояли, хуй пойми как. Вот вы вокруг, в этом углу стояли, вокруг босса. Выпрыгивали, блядь. И по итогу, ну, вы либо близко к собаке стоите. Ну, вы как... Вы стоите так, чтобы сдохнуть, нахуй. Вот если бы... Слава, они просто не выбежали. У нас гейзеры нормально, прям в одном паке были все. Короче, если бы делали гайд, как сдохнуть, типа, вот вы... Ну, сейчас только что записали гайд, как сдохнуть, нахуй. Просто 4... Четыре... То, кто сдохли, вы написали гайд, как сдохнуть, блядь, на собаке, блядь. Просто... Чуть, минус 4, это уже все. Это можно, ну, можно не играть. Потому что... Ой, давай говори по теме уже. По теме, а что по теме сказать? А, это ведь по теме. Ну, надо в магазин за едой усыдить. Ага. Не, ну, если кому-то надо, идите это хули. Что по теме конкретно? Что тебе сказать? Чудо какое-то сделать? Щелкнуть пальцами и убить или что сделать? Ну, давай без воды, блядь. Блядь. Ну, блядь, без воды, ну, давайте, хулись. Хулись. Чек на пол. Если, короче, дохнут милики, это не так страшно, как ты дохнут. Да, да, конечно, нахуй. Я тебе вот сейчас по теме скажу, нахуй. Во-первых, на боссе стакается дебаф, который увеличивает дамаг, входящий по вам. И вот это вот ваши там... Ой, блядь, там не страшно, там минус 10, минус 15, мы добьем, нахуй. Давайте, все, я закрываю ебало, нахуй. И просто мы бьем, нахуй. Били 10 минут и в конце не добили. Да, да, да. Если хотите, нахуй, можете так играть. Все, проверка. Вот будет сейчас тема. Страим, короче, целый час, нахуй. Смотрим, когда вас будет доходить. Без философии, да? Без философии, нахуй. По-прямому, ебать. На самообучение. Отчет, нахуй. Ебать, а это уже интересно. Вы бросили вызов на Эйду. Он вообще без вируса. Просто буду называть. Вот кто вот это с фиолетовым дебафом стоит? Кто это, блядь, бидон, нахуй. Ну, пиздуй туда, нахуй, прыгай, блядь. Я скажу, кто пидор, нахуй. Кто с зеленым, кстати говоря? Если бидон с фиолетовым... А, друид инвалид, нахуй. Поздравляю тебя, братан. В миле зоне меня, почему не знаю, почему у меня фиолетовый зеленый ударил. Хуя та произошла, когда я... Я в миле стоял. Ну, блядь. Вот, смотри. О, пидорасы, блядь. Смотри, сдохли, блядь. Просто похуй, да? Все, вошетесь. В разные стороны, блядь, а? Ну, чё, куда ты? Ну, уже сдохну тебя, иду по-другому. То, то, ша, да, блядь. Рога, бопа, блядь. Я ебу, блядь. Ну, там уже конфликт хуярит вовсе. Чё там? Чё там не было, кстати. Чё там по поводу воды? Слегите или умрите. Ложитесь, хуливая, блядь, дрочитесь. А ну-ка, все в гизеры, блядь. Я понимаю, если одно тело умерло, блядь, как-то, нахуй, там, не добежал пацан. Нормально я добью, все в порядке. Да, да, блядь. Только вы не заходите, нахуй, а то сейчас у вас игра забагается, и улите, блядь. Да, это вода просто брать. Сори, пацаны, блядь, за воду, нахуй. Еба, блядь. А то водой разлил. Короче, вода, знаете, в чем, нахуй. Если одно тело падает, ну, два, хуй, с ним, на гейзерах. Ладно, еще бьем. Пять тел падает, я не буду бить, нахуй. Я буду конфликт ловить, и все. Пизду, я просто... А как это, подожди, а как метки поменялись местами? Типа, почему кинулись? Какой-то долбает пошел на мили-зону, то есть их было, например, 19 человек, а у слона миток 18, и просто рандомную метку дали. А, понятно. Да, не собрались. Пул слишком быстрый. Да, утекла. Слишком быстро травим, нахуй. Не подготовились люди. Напоминаю, там, если что, так, без воды, блядь, сейчас рыбу поставлю, нахуй. Напоминаю, если что, блядь. Первая-вторая пати и друид-инвалид с геншином. В луну, нахуй. Там они стартуют. Там они ловят фиолетовый дебаф. Все остальные в квадрате стоят. Десять секунд на то, чтобы рыбу пожирать, блядь. Еще пять секунд на баф, давайте быстрее. Ну, а, блядь. На туре, блядь, долго, пиздим, нахуй, чек на туре. Тебе готовы, отсчет. Зато как быстро вайпаемся. Тебе готовы, отсчет. Не лешники, смотрите, сейчас могут гейзеры быть. Нет, гейзеры в РДД, следующие новации. Следующие в миле, готовьтесь. Давайте в сову сбежали. И поезда. В сову. Ага, все, не ловите стаки. Сейчас выпрыгнем с дружи. Кили, нахуй, где твой портал, блядь? Моя привычка, из-за налазили вместо портала. Я понял. А, здесь чума. Бегите или умрите. Вы умрете. Ооо. Хм. Интересно. Ложитесь. Бегитесь. А кто словил конфликт первым, мне интересно? Мучок. Милович. А конфликт был? Да, да. Да, был. Ну вот эта вот хуйня, которая пять тысяч по рейду намажит по всему. От которой десять человек. Собаки голубой луч. Ааа, бля, я понял, нахуй. Давайте без воды резче, бля, спиной к боссу, там, нахуй, падайте, блядь. В лужу заходите в противоположную, блядь, быстрее вымлете. Все, свои дети. Что-то они подсказывают, вводят надолго, запомнят эти воды. Ну, то здесь первый раз, вообще, ну, типа из милишников, чтобы понимать. Да, здесь. Ну, ты один тогда должен был умереть. Из милишников. Вадикон же это. Это не Вадикон, который Вадикон? Ну, он, он. Это Вадикон. Ну, а что ты, что ты первый раз? Так он, наверное, все время играет. Такая разница. Система одна и та же. Нет, там совершенно разные системы, нахуй, там, ты чего там привыкать надо? Ну, типа, там он стоит и бегать нельзя, а тут бегать можно, стоять нельзя. Все, по-моему, все правильно. Не все же, блядь, питью персами играют, как мы с тобой, блядь. У меня не пять, у меня три только, блядь. Ну, блядь. Давайте без воды, блядь, пацаны, нахуй. Жем рыбу, нахуй. Короче, конкретно за этот рай, я хуй знаю, гиги, смотрите, сейчас это расскажу. Вот смотри, когда гейзеры будут вместе с поездами, вот, условно говоря, поезд появится, да, вот, ну, и знаете, там скажут, что гейзеры будут вместе с поездами. Вы просто бежите вон в ту сторону, блядь, в конец комнаты, да, ну, я имею вот примерно вот здесь вот линия, да, я буду просто возле стены, чтобы босса не сагрить. Вы бежите такие, блядь, хуякс, туда прям вот так бежите, бежите, хуякс, вы бежите, поезд прошел, под вами появился гейзер, и вы бежите, и вы бегаете вот сюда сразу, в другую линию. И вы, когда так будете бежать, вы, блядь, все будете бежать по одной линии, если, и вы друг друга, сука, не убьете, и вы бежите сразу из поезда. Не надо стоять под боссом. Ну, вот. Вот, то есть, просто раньше времени, блядь, люди, просто есть, бывают такие люди, которые, нахуй, не бегут, которые где-нибудь вот здесь, там, блядь, уже конфликт поймали, нахуй, в гейзер под собой разлили, а те такие бегут, нахуй, в гейзер, выруливают, блядь, и все, пиздец, все умирают, ну. Там, вообще, ну, если боитесь, пораньше к боссу отойдите, нахуй, там, ну, особо... Не, сильно рано нельзя, там, блядь, других просто подловить под гейзеры можно. Да, рано он может убежать в конец комнате, нахуй, там, скинуть, там, гейзер. Грилли, нанашка, ножика. А, лучше тогда делать как, короче, кто не знает, когда поезда идут, вот, стенку уперли, и бежите, короче, пока гейзеры не сработают. Просто бежите, 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 уперлись в этой кости, перепрыгнули, дальше побежали. О, да и отчет. Кости мешают, кстати, очень сильно. Если не привыкли, отходите их. Гейзеры выйдет погулять? Она вам кто-то застыл, блядь. Блядь, я вот, знаешь, хожу в РДД и понимаю, что им похью, что им говорят. а тигры место хилан впереди стали там пока метки не поставишь людей гейзеры смотреть или минус 4 просто гляньте метки у любой который здесь был сейчас разобью сейчас было поезда бегать надо будет он любите сюда на пол босса рядом с ним не стоит бегите или умрите вы умрете берегитесь лишь обоим мистер почему я не сбежался ну потому что наверное на мне метка тоже была но вот если метка может сбежаться вор т.д. или что вот статка но я я бы не она не выйдет была ты бы вышел просто но тут много где стоит как бы за ними вынесли эту метку чтобы она не была там где-то в центре или еще где-то и потом не оббирать не так а возле стеночки там рили вроде бы не знаю тоже метка важно обстрел ну чё мы долгом вооружить был не имеют и падать был не добьют может ученых милики же похуй хуйня 5 рдд тоже лежат такие низкого воду и ждете причине блять что они они просто даже на месте соблюдая все что надо нахуй это сделать так чтобы на гейзерах никто не вздыхал и выпрыгивать случае блять нихуя сложно еще там приколы с такой миличники вы можете у босса очень большая моделька и чтобы блять не умирать нахуй в гейзерах которые до этого блять люди которые понимают как нахуй бить и не стоят под самой жопой босса берут максимальный мили рейндж блять и спокойно стоят бьют вот вы максимально миллиаренже если увидели гейзер вы выбежали если все будут стоять максимальный мили ранже то вы не будете попадать просто вы заходите внутрь босса блять там дамажите на потом блять выходите оттуда а там уже люди стояли они уже там гейзер закрыли вы просто получается закрытые блять и не можете из них выбежать типа блядь топа бурибай это вообще позор блять умирать на самом деле блядь попробую еще раз объяснить милики вам родственники а хуй знает там 3 лука с порталами не должны сдохнуть никак три совы надеяться только на айкью 100 с лишним геншин там дурить инвалид там шалфир смысле там айкью 150 он никак не сдохнет вот получается смотрите вот сова показываем кружок вот допустим здесь я стою да здесь собаку где-то бьют и стою здесь это дальняя точка от босса с которой я попадаю в то так и по боссу вот если какой-то пидорас выбежал вот сюда из великов вот сюда вокруг вот так вот стал то как как мне что мне сделать чтобы не сдохнуть мне нужно встать так чтобы они находились то есть чтобы когда появились гейзеры подо мной и под ними чтобы я находился до края ближайшего гейзера его и или своего гейзера чтобы до этого края находилась вот чтобы 4 метра осталось чтобы вот здесь уже край был гейзер а не так что вы стоите вот тут вот в луне да вокруг вас 10 миликов стоят весело прыгают блять трясут там нахуй доспехами нахуй и появляется 10 гейзеров вокруг и вы когда делаете два прыжка вы все равно в гейзере еще находитесь вот вы должны встать так вы должны посмотреть на свою ебучую модельку вы должны встать так чтобы вы видели что слева или сзади или справа от вас есть место и там никого нет никаких бичей прыгающих блять вы должны встать так чтобы когда появился гейзер вы сделали два прыжка вот таких оказались за 15 метров от гейзера гейзер взрывается идите дальше дамажить вот если вы вот эту хуйню простую хуйню сообразите если вы начнете это исполнять сразу перестанете сдыхать на гейзерах ну что касается рдд я уже сказал там локов порталы и у у тех кто без порталов у них айкью там должно быть по сотке блять но хилы хилы блять давайте с вами значит если уж вас если вы стоите толпой как бич и вот вот вас тогда давайте будем расставлять всю эту хуйню уберем значит третья party 3 party ваша позиция вот здесь отбегаете от гейзера сторону кружка сука тварь тупая вот сюда в эту сторону party хилов непосредственно все силы ваша позиция вот здесь в ромбике отбегаете от гейзеров сторону треугольника вот в эту сторону параллельно и party 4 где сова это локи с порталами наша позиция вон там в этом чё там поставил луна там или что там стоит вот там и мы отбегаем сторону квадрата вот сюда вот три party все и мы в ромбик не забегаем ни в коем случае если происходит с движения босса то есть оттуда он где милики там начинают сторону центра комнаты и в тот угол дальней комнаты то мы просто параллельно сдвигаемся параллельно в ту сторону ну нахуй си непонятно то я хуй знаю значит и к 20 все тактика 8 минут рассказывается это разница в том что мы что не так долго герой азица в том что им похуй я считаю что блять если люди не нужна собака ну да в принципе в принципе на я посмотрим как может быть из объяснения станет лучше люди играть и готовьтесь всегда ждите гейзера либо милики либо рддд смотрите внимательно сейчас гейзер будет смотрите либо в рдд либо в мили в мили выбежали пойдет значит рддшники готовьтесь на этом обстреле наш гейзер будет господи сдал бы идите или умрите умрете сокрушение везет куда берегитесь вода метку к стенке и час скоро гейзеры будут готовить системе вот они гейзеры нами выводу сейчас отсюда сейчас подождите я уже разрешил готовьтесь бегать от этого берегитесь сам стрела было через пять секунд сокрушения берегите или умрите стрела берегитесь отступим отступим гейзера так решение бегите Берегитесь. Берегитесь или умрите. Берегитесь. 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 берегите или умрите сокращение поезда все то же самое только надо больше дпс а дпс залупа надо меньше мертвых людей ворда зоне ну это равносильно меньше меньше мертвых больше дпс все правильно кило в дохуя для этого энкаунтера у нас там нас так настакалась уже на рейде это увеличивающий дамаг входящий ему просто уже сдыхали это уешки обычно да вот так давайте может я еще в хилах пикнусь нахуй еще весело будем играть и видел что я стояла на место ни разу не выложила от гейзера но рядом со мной никто не стоял меня ни разу не убила нахера все рдд прыгают они из-за этого из гейзеров лет вот не знаю я иду на шп я выбегаю суп из каждого гейзера зачем и я не умираю нахуй концу боя были но это ты ну вот скажи мне если можно не выбегать сделать это проще нахера усложняйте себе жизнь ладно ты мне объясни другую вещь зачем это рассказывать если рддшник который это понимает он и так будет стоять если он уверен что вокруг него никто не будет прыгать но миликов миликов ты так не научишь великие все равно должны выходить они они не могут бить потому что у босса не 800 километров окружность его фрейма по которому они бьют они бьют стоят все в одной точке миликом все равно нужно выбегать оттуда если те кто у тебя говоришь не дохнут в зонах эти у них свои вы кончаются они начинают смотри ты на dc ты себя хуяк считанула чтобы они не выбегали да я сто раз убивал это самое давайте без воды нахуй 6 рыбу мне интересно чего люди просто лучше начинают играть от того что они там все жизнью прощают или что я вроде объяснил медикам вот один легендарий сдох вот если он сейчас сделает так чтобы милики не сдохли ну rdd все с первых гейзер выбегут и это просто надо повторить три раза и все главное чтоб все живые были и мы не будем так упираться в бирсу а потом можно умирать и рддшники добит не все по кругу идут живем давайте без воды блять миловица дает счет спасибо за хуже спасибо за субтитры пока что пока не успокаивайте 3 у я не буду радовать не буду это бить подойти в один хуй вам не ясно нахуй еще раз говорю блять если вы внучок там кто там вот вы если не можете выбежать встаньте нахуй в углу комнаты нахуй он где кости лежат на и стойте там блять прыгайте блять если сука вам там место мало если у вас блять я вот не знаю как объяснить я вот за ретрика бил у не вздыхал я блять так как вы вздыхаете стоишь с краешки бьешь быть на максимальном менеджер выбегаешь убегаешь туда наперёд блять здесь я говорю эту хуйню три раза надо пережить эльц эти блять эти гейзеры всю эту хуйню гейзеры там по шесть раз вы на первых гейзеры вздыхаете блять играйте так ждите блять тут сосредоточиться надо на три минуты блять босс три минуты бьется 4 и все и пиздец перекурите пять минут опять она мне кажется или сделали что на фиолетовую метку всегда просто он так везет счастливчики да по разу может быть нахуй может быть всем это раз сделать как он называется на хури дара блять чтобы блять вы будете телепортироваться нахуй будем убивать магов а всех кикнем нахуй остальные блять бичей блять вы поймите простую вещь вот вы дамажите да вот вы когда мертвые вы не дамажите 0 0 урона ваши сколько вы даете там вот паладины там смотрю 15 даете вот вот эти 15 еще не превращаются в ноль блять давайте без воды блять шалфир ты готов тянуть лямку блять готов дает счет 5-5-4-3-2-1 рили не люблю щиты отойдите от меня на 10 метров пинсика мат фокс что-то там уйдите из этого ебучего угла там чтобы бегать на потопа до савата не русский эти блять напрягли на пусть на извилины блять смотрим на глазки для чат гейзеры будет в рдд гейзер следующие будут в мире зоне блин подойти на поезда гриле нахуй как делать где твой телепорт локовский нахули ты сдул гейзер дарили спрашивают они кили боже мой поезда вот 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 уже вот они они вот они вот они бежим блять бежим из гейзеров нахуй не умрите болеть как бичи ебаные с 32 конфликта внучок легендарь ему все я не буду бить дальше ложитесь ловите урону противоположны падайте вот конкретно 4 гуся за это первый рили телепорт не ставит сдох на гейзере мистере вынес метку когда мог в него могли избежаться люди он мог продолжить дамажить он решил спула сдохнуть и дать ему не интересно здесь и еще два пища смеликов нахуй внучок и легендарь и нахуй на чем они сдох они словили конфликт они за ваншот или это макс выносил метку а я за ним побежал я просто что-то втеканулся он это паладин вот 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 блять вот покуда вы будете играть как слепые котята блять вот сколько мы собрались блять гильдию мы еще туда-то тг не убивали грюблять ребята скачайте себе ебаная воду нахуй у меня список есть дебафов которые здесь вешаются забейте себе поставьте цвет поставьте звуковое оповещение у вас вот блять как на ладони весь ебаный рейд я вижу все блять я вижу всех миликов я все паником вижу каждый класс вижу блять на какого пидора конфликт вешается я вижу блять кто сдох нахуй я вижу блять все просто вижу пиздец ну вообще блять а вы этого нихуя не видите ни на себе не на соседей кто с вами рядом блять нихуя не понимаете нихуя вот как тогда убивать вам только в рбк получается играть или что быть вот как как блять понимаете первые два босса хуй снимать или или как на коляске блять из-под палки блять а этот босс здесь надо пиздец надо понимать блять чудес без воды блять тут понимали вот это не можешь без воды подожди объясните битона где нужно бегать а где нет бидон у кого сегодня снег пошел бидон братан твоя метка твоя метка ромбик бидон отбегаешь ты от гейзера в сторону треугольника вот а то он ко мне аж прибежал нахуй я чуть там не усрался штаны не насрал буквально бидон берешь берешь решетку мысли наделишь ее пополам между лапами собаки вот если ты на нее смотришь лицом то что справа там можешь бегать то что слева туда несусь все или по-простому несу и мост туда куда не надо без воды нахуй опять восемь минут на вот троя босса две минуты натуре воды дохуя ну пацаны блять там чек релогался там челик релогался вот я блять нихуя не пизжу нахуй вот смотри отчет уже даю просто без воды сейчас у мужиков будет пальцы автоматически на кнопки жать на туре блять собака в углу коня хуёва нахуй а на меня зеленая метка кинулась серьезно нахуй на мне зеленая метка чё кто-то из рдд и близко стоял я пошел нахуй до зону блять даетесь кто это блять был нахуй какому я сказал где не стоять объяснить блять бидон да может он не в диссе блять нет он в диссе он же все слышал про что мы тут говорили блять он же услышал он же ушел не он что-то где-то ошибся что бидон ты тут не дослышал не досказал ребят когда босса спулили поставили его а не подходите близко к боссу потому что может метка кинуться на рдд зеленая и соответственно по-другому в этой фиолетово ты повернись спиной блять быстрее убьете когда босса спулили на вас повесилась метка подходите сколько влезет бидон сучий потрах нахуй ты заебал блять какого хуя ты прыгаешь с этими как он называется станет встань встанет справа где начинают рддшники в уголке нахуй ты фиолетовый никак не словишь на хуй ты ему блять кастовать нам тебе то проще щиты момента накидать еще раз напомню для непонятливых первая вторая party и друид инвалид с геншином начинают слева в углу где босс ведет туда собаку там они начинают остальные все 12 век начинаете вот справа где кружок вот здесь вот в этом углу вы начинаете то есть когда идет пол босса вы тут сука стоите ведут тебя это тоже касается какой-то пидор просто можешь подбегает может рандом на него не знаю просто есть джесс у нас в наших рядах засланец есть жив съебать портуйся ставь ему портал нахуй дичинись блять я бы тоже починился кстати ставьте джесса кто-то вон он стоит джесс блять чинитесь нахуй то щас дурнете джи-минус 100 йолоса сколько еще драйв осталось сто пятьдесят ай пол часика еще